Вот вы как к этому относитесь? Тоже о доме повешенного веревки надо говорить? Да, это профессия. И вы знаете, у меня несколько раз были какие-то рефлексии в моей биографии. Вот с Юлианом Семеновичем Семеновым случился удар, когда я снимал фильм о нем, документальный для BBC с Оливией Лихтенстайн, с режиссером. И просто на наших глазах с ним случилась вот эта странная история. И мы едем в больницу, я его снимаю, и Дима Лиханов, который меня в свое время познакомил с Семеном, он говорит, ты что, офигел? Вот что ты делаешь? Я подумал, действительно, что я делаю? Ну, инсульт, да, там, слюни, там вообще, вот, ну, то есть, и Оливия говорит, ты профи, ты должен это делать, ты документируешь, должен. Я говорю, я не могу, он мой учитель, он мне там как отец, бла-бла-бла. Потом я про эту историю с очень многими людьми в моей системе корня, очень авторитетными, спрашиваю, Киру Прошутинскую, я должен был снимать? Она говорит, конечно, конечно, ты должен был снимать. Вот ты журналист, вот ты должен был вот это снимать. Вот если ты видишь, это мне другой говорил, ты видишь, человек тонет, ты сперва фиксируешь это быстро на гаджет, потом его вытаскиваешь, а лучше правой рукой тащишь, а левой снимаешь, ты журналист. Вот поэтому здесь мы должны определиться, то есть, вот, и если я занимаюсь этой профессией, то да, у меня каких-то вот общечеловеческих принципов, я от них отказываюсь. То есть, они отключены, да? То есть, так как проктолог отказывается тоже, там, он выбирает такую вот профессию. Да, непросто. Ну что ж, вообще, честно говоря, тут есть о чем поспорить, хорошо ли? Готово. Давайте так, как бы, вы верите, что потом там, вот, на том свете за это прилетит? За это, конечно, нет. Я много таких вещей сделал в жизни, ну, по которым меня по карме я, как бы, ну, не скажу, что святой, но я, в общем-то, я не предавал, я очень многих спасал, очень многих помогал, и я был настолько честен, что, опять же, вот, я единственный, кто в комсомол не вступил. Ну, для многих это, как идиотизм, человек, в общем, себе в той системе координат 70-х просто закрыл дорогу вообще во все. Там, у меня даже в ВУЗ, у меня в МГУ документы не приняли, сказали, ну, ты не комсомолец, чего-то. Я к маме своей, у меня мама преподает в моей. Не смог документы сдать, экзамен, потому что мне сказали, ну, мы на космос работаем, вообще, парень, ты что, ты не член в ЛКСМ. Поэтому я считаю, что какие-то вот... То есть, еще в юности была принципиальная позиция такая? Ну, или глуповатость. Называйте, какая, так сказать, здесь терминология может быть разная. Да, поэтому я считаю, что вы у меня покарнили... Но вы совсем не производите впечатление глупого человека, я надеюсь, вы это понимаете. Ну, а поступки, разве не говорят сами за себя? Ну, взять и не вступить в комсомол, когда это был маст. Вообще, вот... Потому что протест некий такой юношеский был. Ну, да, конечно. Все вступают, а или нет? Хорошо. То есть, вы не боитесь, что там вам придется за все... Нет, я вот по такому гамбургскому счету, по большому, если мы сейчас уже без ерничества говорим, я считаю, что... Опять же, ну, не святой, конечно, но я считаю, что, если я вот смотрю вокруг, и я знаю про людей, с которыми я общаюсь, что они сделали, или чего не сделали из того, что должны были сделать, но я считаю, что, да, все мои прегрешения, они настолько мизерны по сравнению с теми вещами, которые я сделал, в смысле, помогая людям, про которые я там не бью себя в грудь, не говорю, что, а вот я вот то-сё там и старушку через дорогу перевел, и все, что заработал там в детский дом отдал. Но я просто, сам-то я про себя это знаю. Знаете, сложнее всего себя обманывать, остальных-то достаточно легко. Да, да, понятно. А про себя знаю, поэтому сплю абсолютно спокойно в этом отношении. То есть я вот... У вас такая цельная позиция, можно просто позавидовать, мне кажется. Ну, лучше поживеть. Продолжение следует...